Всем пламенный привет, с вами BlackRoss, и сегодня речь пойдет о стратегическом бомбардировщике Японии G5CN. Бобер, конечно, непростой, и мы сейчас посмотрим почему. Итак, мы в воздухе, заметьте, я не пикирую, а иду с набором, и вот уже подхожу к объектам. Важно отметить, что главная проблема данного самолета, это его управляемость и устойчивость. Вообще, в реале самолет тоже был непростым, был с проблемами, вот точно такими же, как в нашей игре. И здесь, конечно, все хорошо передали разработчики. Самолет был построен на базе пассажирского лайнера, который японцы купили у американцев еще до войны, и, в общем, они его несколько переделали. Они остекление кабины залепили и сделали двухкилевое оперение. Нужно ли оно было ему, ну, это такой вопрос большой, но надо отметить справедливости ради, что японцы в этом деле только начинали развиваться. Не было у них опыта постройки таких грандиозных машин, стратегических бомбардировщиков. Ну, оно, наверное, к лучшему было бы, но неизвестно, чем бы все это дело кончилось. Ну, кстати говоря, уже вторая машина, G8N1, мы все прекрасно ее знаем, вот она-то уже стала очень-очень хорошей. Даже американцы, которые ее после войны облетали, захватили и облетали, вот они о ней очень высоко отзывались. Таким образом, мы видим, что первый блин у японцев получился комом, а вот второй вполне себе ничего. Итак, вот она самая серьезная проблема нашего самолета. Управляемость. Стоит чуть-чуть довернуть, дернуть ручку управления, и самолет начинает уходить. Хотя и с некоторой задороженностью он уходит влево или вправо, в зависимости от того, как мы дернули. И сейчас мы посмотрим. Конечно, это проблема. После других самолетов, Ланкастера, Б-17, Б-24, Иера, это, конечно, как-то непривычно и очень-очень нервирует. Все, подходим, я пытаюсь немножко скорректировать курс, и машина уходит в сторону. Все. Пытаюсь снова скорректировать курс машины, и уходит в другую сторону. В общем, конечно же, это накаляет. Это сильно накаляет и мешает вполне обыденной, всем известной игре бомбардировщика. Тут приходится уже, конечно, с некоторой выдержкой действовать и иметь определенный навык управления этим самолетом. Ну, для тех, кто познал Дзен на этом самолете и получил 150 уровень управления, для тех, в общем-то, это не проблема. И для них, наверное, бомбовый сетап с 12 бомбами по 250 килограмм будет наиболее эффективным. Все-таки, если вы уж очень хорошо приловчились управлять им и кидать по объектам, для вас не составит никакого труда раскидать 12 бомб. Ну, может быть, не все они войдут в цели, но так или иначе, ваша эффективность будет хорошей. Но я все-таки намного скромнее, и я выбираю для себя сетап из 4 фугасных бомб по 800 килограмм. Это оптимально, у нас есть сплэш, так что даже если мы прямо не попадем, то сплэшем доберем какую-то цель. Ну и, собственно говоря, сейчас посмотрим, так ли это на самом деле, хороший ли у него сплэш. Вот на примере кораблей. Я иду к ним, увидите, я убираю обороты и начинаю пикировать. Кстати говоря, об оборотах. Самолет не греется очень-очень-очень-очень-очень-очень долгое время. Я его разогрел, довел до перегрева только к концу боя, а это, ну, это очень долго было. Наверное, минут 30 я летал. Или около того. Ну и то, все лечится очень просто. Просто сбавляем обороты до 70-80 и без проблем. Итак, подходим к цели с упреждением. Кидаем бомбу и смотрим за ней. Конечно, тут все просто. И, опять-таки, если самолет у вас набрал скорость, он летит наиболее прямо, без каких-то покачиваний. И тут ничего сложного нет. Главное зайти на цель ровненько. Вот смотрим. Есть попадание и легкого крейсера, как не бывало. В этом плане 800-килограммовые бомбы не самые оптимальные. И помогут вам, даже если не обладаете прям вот таким вот замечательным, восхитительным навыком бомбометания. Ну и смотрим на посадку данного самолета. И она, конечно, тоже не без изъянов. Хотя, в принципе, у нас передняя стойка шасси. И, казалось бы, все замечательно, все очень просто. А нет, тут-то было. Везде есть свои подводные камни. Ну вот, смотрим. Я немножко криво захожу на полосу. И это мне сейчас аукнется. То есть, я решаю. А, наверное, нужно сейчас немножко подрулить. Чуть-чуть взять левее. И я мышкой спокойненько беру ближе к центру. Смотрим за самолетом. Он не сразу отзывается. И вдруг раз, левое крыло чуть ли не касается земли. Я увожу вправо. Правое крыло чуть не касается земли. В общем, конечно, экипаж, да я сам, ну, чуть-чуть не испачкали одежду. В общем, это очень неприятно. Но, с другой стороны, если вы ровно зашли, заходите ровно, и тогда все будет хорошо. Сразу же километра за 4, за 5 выбирайте курс и идите уже, чтобы без проблем было. И тогда сядете вообще хорошо. Да, передняя стойка сыграла свою роль. Мы спокойно затормозили и сели, ну, совершенно небольшой плачок земли. Это тоже плюс. Согласитесь, бывает очень-очень важно, чтобы вот без каких-то сильных пробежек просто сели и затормозили. Без каких-либо проблем. Ну и смотрим дальше. Вот то, о чем я и говорил про бомобинтание. Что главное, на хорошей скорости лечь на курс. Ну, а что делать, если цель постоянно удаляется? Ну, тут приходится выбирать не только упреждение, но еще бороться с машиной. Вообще, конечно, бороться с машиной вам придется в любом случае. Но, опять-таки, это дело опыта. Это дело опыта. Подходим к легкому крейсеру. Видите, я чуть-чуть беру правее мышкой и немножечко компенсирую, добавляю точнее с клавиатуры. Ну и вот кидаю спокойненько бомбу. И есть. Она уходит. Я практически уверен, что эту цель я уничтожу. Так и есть. Есть, уничтожено. И я двигаюсь дальше. Вот мы видим, как самолет лениво идет налево. Ну, тут ничего не поделаешь. Лениво так лениво. Летим к себе дальше. С другой стороны, ну, в любом случае, за Японию получить такой самолет, это неплохо. Другое дело, что для тех, кто не привык к такому управлению, это, конечно, определенное мучение. Тут действительно нужно провести изрядное количество боев, чтобы приловчиться. Даже в Аркадии, я помню, на нем летали своим полком и, в общем-то, ругались. Ругались грязно, вспоминая этот самолет. Но так или иначе, летали на нем, бомбили и были неплохие результаты. Опять-таки, повторюсь, мы там часто играли с прикрытием. То есть, один на бавре, остальные прикрывают. И этот самолет, конечно, мог. Опять-таки, как я уже говорил, у него просто очень-очень хороший гараж. И там не составляло труда резко развернуться и по-новой зайти на цель после того, как перезаряются бомбы. Добросал я, добросал оставшиеся бомбы практически все. Ушли они в танке. Ну, вот, видите, пытаюсь я довернуть до ПВО. Самолет не идет, потом резко поворачивает. Ну, неприятно это все. С другой стороны, ну, давайте будем честны. Самолет это стратегический бомбардировщик. Это вам не кукурузник, не истребитель. Это даже не штурмовик. И поэтому от него требует что-то сложное. А вот, кстати говоря, и гости. Точнее, один. Спитфайр, девятка. Я понимаю, что, в общем-то, я не жду чего-то сверх. И даже начинаю несколько бояться. Пытаюсь стрелять издалека. Ну, решаю подпустить несколько ближе. И там уже поразить наверняка. Короткими очередями. И вот есть попадание. Попадание. У нас очень неплохое вооружение, кстати говоря. Ну, о нем чуть позже. И вот самый тот момент. Подпустил ближе Спитфайра. И выписал ему очень-очень хорошо. Он получил повреждения двигателя. Загорелся и отправился куда-то там. Ну, а я получил не меньшие повреждения. Хотя, впрочем, остаюсь на плаву, если можно так выразиться. И лечу себе более или менее спокойно. Да, мне выбил шасси. Он повредил меня. Устроил утечку. Но самолет еще управляем. Ну, а теперь про оборонительное вооружение. У нас 6 пулеметов 7,7 и 2 турели 20-мм. Ну, хвостовой стрелок, соответственно, и верхняя турель. Это очень-очень неплохо. И я вам скажу, что в отличие от того же самого Ланкаистера, мы представляем из себя, ну, довольно грозную силу. И если кто-то вот так вот, как Спитфайр, захочет к нам зайти и попробовать нас снести, мы можем очень-очень сильно огрызаться. Снизу у нас стоит точка, 7,7 пулемет, но на нее сильно рассчитывать не стоит. Поэтому, если совсем все плохо, прижимайтесь к земле, не давайте бить вас снизу. Хвостового стрелка довольно часто вырубают, поэтому качайте, качайте экипаж. Кстати, вот падает Спитфайр. Качайте экипаж, чтобы они были крепкими, здоровыми, здоровыми стрелками и могли многое-многое вынять. Тогда проблем у вас не будет. Ну, и опять-таки, есть еще один фокус. На многих самолетах он такого характера, такого плана прокатывает. Это поднимать самолет, когда вам заходят на 6. То есть у вас есть хвостовой стрелок и верхняя турель. Приподнимаем самолет и подставляем и под турель, и под хвостового стрелка. И тут комбо. Получает больно-больно нападающий, вы довольны. И еще один человек, который желает просто зайти и снести меня. Ну, тут уже я думаю, что все. Уж действительно все. Хвостовой стрелок у меня убит. И я, огрызаясь только турелькой, отстреливаюсь как могу. Подпускаю еще ближе и тут попадаю. Попадаю очень неплохо. И опять-таки, этим самым приемом, задирая нос вверх, я подставил его под свою турель и, конечно, нанес повреждение и поджег. Вот вам, пожалуйста. Да, самолет стал практически неуправляемый, и я потерял свой третий двигатель. Ну, такая ли это проблема, мы еще посмотрим. В общем-то, я не ожидал такого от себя, не ожидал такого от самолета. Ну, как мы видим, прочность конструкции тоже очень и очень ничего. Это тоже плюс. Не бумажные, не картонные. Можем многое вытерпеть. К счастью, я еще могу лететь и более-менее управлять, и хвостовое у меня целое. Поэтому каких-либо проблем серьезных с выбором направления нету, и я здесь кружу в районе аэродрома. Хотел было сесть, но вспомнил, что выбито шасси, и посадка может привести к очень нехорошим вещам. Разобьюсь, а там, кто его знает, соберут меня, не соберут. А вот мой страшный сон. Баффайтер. Экипаж у меня перекрестился, хотя они японцы и не умели этого делать до встречи с Баффайтером, но очень быстро научились, увидев его. Ну, что тут поделать. Страшно, очень страшно, но надо обороняться. Есть попадание по мне Баффайтера. Я понимаю, что моя песенка, скорее всего, спита. Спета, пардон. Мы видим ракеты, экипаж начинает вообще молиться усердно, ну и в результате этого происходит чудо. Стрелок в верхней турели, он просто выносит Баффайтера, убивает ему стрелка, и мы летим себе спокойно дальше. В общем, страшно было, но в итоге, в итоге мы летим живы и здоровы. Вот как-то так. Санолёт неплохой. Да, есть проблемы, но тут дело техники. Вот как так-так. Ну что ж, я с вами прощаюсь. По традиции. Желаю чистого неба и хорошего настроения. Всего самого-самого хорошего. С вами был BlackRoss. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. И на этом всё. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова